В Европе везде празднуется День Победного Фашизма, ну, то есть он на сутки раньше празднуется, чем в России. И как бы, хотим мы того или нет, отсылки к этому периоду и созданию эти гитлеровской коалиции, западных стран прежде всего, они, в общем, дают основания увидеть в нынешних действиях в Европе, уж там мы не раз обсуждали, чем они вызваны, некое повторение, собственно, необходимости спасения, обеспечения безопасности Европы и вновь создания военных коалиций. Мы это наблюдаем на примере Лондона и Парижа. Вообще традиционно были связи долгие десятилетия, последние десятилетия связи Лондона и, извините, Парижа и Берлина. А сейчас вот такая новая конфигурация, при которой, заметьте, двух послов французского и британского вызвали в Москве и предупредили вплоть до, что если, не дай бог, оружие поставленное Украине будет применяться по территории Российской Федерации... Тогда что, извините, тогда что будет? Сосать хуй они будут. Вот именно, вот я, потом, я думаю, мы подробно проанализируем этот процесс. Да, я думаю, это очень важно. Они фантастически обосрались в своих угрозах уже. Вот, давайте с этого и начнем. Собственно, многие обсуждают, вот я интервью даю, мне все спрашивают, а чем кончится? Вот ядерная риторика, шантаж и так далее, и так далее, и так далее. А вот вы нам расскажите, как вы это видите. А я верю, что она закончилась, понимаете? Ну вот давайте проиллюстрируем их последнее заявление. Ну вот, с Францией очень интересно. Ну, во-первых, общее замечание. Вот Альянс против Путина, вы справедливо подчеркнули, что выражено отношение к путинскому режиму на инаугурации. Но я думаю, что мы будем обсуждать более драматическую и серьезную тему. Альянс против Путина не в Кремлевском дворце, не в Георгиевском дворце, а на поле битвы Украины. Вот как меняется ситуация, можно судить по заголовокам нашей передачи. Вы помните неделю назад, что у нас было? Долгая помолвка. Вы помните, я тогда скажу, что... А в общем не надо ждать никакого брачного свидетельства. События развиваются быстрее задуманного. Брачное свидетельство значит ждать согласия там путинских агентов и Эрдогана, и Орбана. Это сейчас нереально. Сейчас реально вот такие складывающиеся, если мы сегодня об этом поговорим, на ходу коалиции желающих. Ну, прежде всего, с громадной исторической традицией коалиции Антан-Кордеаль, сердечное согласие. 120 лет было годовщиной этой Франко-Британского союза 4 апреля 1904 года. И вот они используют годовщину для создания новой коалиции, возобновленного Ренюд, Антан-Кордеаль. И в декларации Камерона и Сажерне, министров иностранных дел, и Великобритании, Франции и Камерона в Великобритании, было подчеркнуто, что эта коалиция создается для нанесения поражения России. Фактически они дали там клятву, что мы должны это сделать, человечество смотрит на нас, и они будут вилджать сейчас, будут судить нас, так относительно нашего успеха, преуспеем мы или фейл, или мы потерями удачу. Это очень важное развитие, сейчас уже не до формальности. И, кстати, достаточно конструктивную позицию в этой ситуации занимает, казалось бы, такой же стопроцентный бюрократ. Он бюрократ, он вообще-то обязан озвучивать только с консенсусную позицию секты, сестра НАТО. Но он занял очень четкую позицию, если хотите, антиамериканскую, зачем вместе с британцами и французами по очень ростному вопросу о законности ударов западным оружием по российской территории. Это сейчас вообще тут масса интереснейших кинематографических сцен в этом сюжете. Помните, по-моему, это было где-то уже в начале, да, в середине апреля пресс-конференция совместная Блинкина и Сержаней, министр национального франции в Париж. Но Блинкин, он традиционно наш самый по-украинский в Вашингтоне. Но он тоже вынужден был как дисциплинированный член Баденской администрации. Да, он начал очень хорошо, да, что мы должны поддержать Украину, если Украина проиграет, это будет угроза всем, Путин пойдет дальше и дальше. Но ему задали вопрос, а как вы относитесь к ударам украинцев по российской территории, в том числе оружием, предоставляемым западом Иронии? Повторил стандартную вот эту такую блудливую формулировку. Венотен карачен, венот сепот. Мы не пощеляем и не поддерживаем. Ну, как бы это ни звучит, как жесткое ограничение запрет, но явно не вдохновляюще. Так вот, Сажерне буквально вырвал у него из злых микрофон и отвечал, а мы, и encourage, и support. И на следующий день его поддержал и генеральный секретарь НАТО. Вот, так началось заявление вся эта новая линия Запада. Она началась, я теперь уже не побоюсь этого термина, с исторического заявления Макрона 26 февраля, но в один из самых тяжелых дней. Вспомним, 26 февраля, два года агрессии Украины на пять месяцев голодный паёк, преимущество отрежется, наверное, в пять к одному, грозит по прогнозу экспертам через месяц на десять к одному. Российская армия берёт там какие-то деревеньки с большой помпой. Ну и многие западные эксперты, и что самые тревожные украинские военнощанки, говорят о реальности прорыва фронта. И в этой обстановке Макрон говорит, что наша задача, наша задача Запада это поражение, поражение России в мире, и что Франция готова в случае необходимости посылать свои поврежденные силы, так же, как и ряд наших союзников. Не все, он говорит, не все разделяют эту позицию. Более того, он наброшился с сокрушительной критикой на практику проведения красных линий. И какая слабость, какая слабость, столкнувшись с таким чудовищным противником, накладывать на себя какие-то приборные ограничения с противником, который не ограничивает себя ни в чём. И в то же время это было заявление многоплановое, конечно. Оно громадную роль сыграло, но одна из задач Макрона, он спровоцировал Путина. Конечно, немедленно в тот же день или на следующий вечер была стандартная реакция Путина, а мы будем наносить удары там по французской территории, ну, с явными такими ядерными коннотациями, там, сарматой, хренатой. Макрон очень холодно ему ответил. У Франции тоже есть ядерное оружие, не забывайте. А кроме того, он нанёс такую оплевуху расчётливо. Но, между прочим, вообще-то говоря, наши военнослужащие уже участвуют в боевых действиях на территории Украины. Это специалисты, обслуживающие французские ракеты «СКАРП» и британские ракеты «Стромщейдер», которые мы поставили поставили Украине. То есть, пожалуйста, проглотите, пожалуйста. Всё. Мы уже участвуем в боевых действиях, а вы что, кражаете нам ядерным оружием? Ну, так Франция тоже ядерная держава. Но это было шоком для Москвы. И вы знаете, как-то ядерные ядерные угрозы прекратились на несколько дней. А вот очень интересно было наблюдать за реакцией пропагандистских каналов. Вот эта зет-публика, она продолжала возмущаться. Как же так? Макрон объявил нам войну. Он признал, что уже фактически военнослужащие участвуют в обслуживании и не обслуживании ракет от боевых действий против российской армии и мы до сих пор не нанесли удары по Франции. Ну, хорошо, ладно, пусть не сразу ядерные такая была спущена методичка, но у нас же великолепная и конвенциальная, не имеющая аналогов в мире. И в том-то и дело, что на конвенциальном уровне Россия выступает. И Путин, помните, было его эфорическое, безумное выступление на празд-конференции с Макроном 6 февраля в Москве 1921 года за две недели до нападения на Украину, когда он кричал там нравится, не нравится, терпимая красота. Он там проговорил, он выдал свою самую потаённую свойствующее. Он тогда сказал впервые вещи, но очевидные, но в которых он раньше никогда не признавался. Сказал, мы понимаем, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, но у нас там есть какие-то, хрен знает, миллионалов нет. То есть фактически он Макрону тогда в лицо говорил, что да, мы понимаем, что мы говно на конвенциональном уровне. Кстати, вот эту фразу, что мы говно, он после вот этого обмена реплики с Макроном, помню, у него была странная встреча с военными в Торжке, там за спинами военных, такой неожиданный образ снова такого сморчка под пледником, в котором он говорит, да мы говно, у нас, как нам надо текаться? У нас всего там, что-то он говорил, там 112 миллиардов, военный бюджет в год, а американцев там 970. Он это понимает. На конвенциональном уровне мы ничего не представляем. Но весь его расчет был использовать ядерный шантаж. Ядерный шантаж, это был его единственный народ. И вот оно сейчас обрушается на глазах. Каждый день оно обрушается на глазах. потому что вот что закрещали Соловьёва через неделю вместо того, чтобы говорить, что вот мы Францию, там любимая шутка Соловьёва, давайте выберем, что мы будем уничтожать, Париж или Марсель. Нет, мы будем убивать французских военнослужащих. Ну, убивайте на войне, на войне военнослужащих. Они для этого пришли, чтобы вас убивать, и чтобы их убивали. Мы будем вот страшное возмездие их постигнет, их будут убивать. И мы будем гробы отправлять там в Париж, вдовы пойдут в Елисейский дворец. Согласили, с этим уже некоторое понижение страшное. Потом, значит, все-таки через два дня поняли наверху где-то какие-нибудь умные кириенки и решили оживить все-таки. Мы будем дальше, ну, дальше, пожалуй, чудовищная хрень. Мы будем убивать французов на территории Украины тактическим ядерным оружием. Ну, это вообще чудовищно. Это уже, понимаете, когда он начал угрожать тактическим ядерным оружием? Ну, это начиналась разработка сценария нового. Мы с вами анализировали это годами. Начиная с девятого года, они пускали такие пробные шары о том, что они изменяют свое ядерную стратегию. Были статьи Патруша, что вот сегодняшняя ядерная стратегия, я считаю, блестяще стремулирована в российской официальной доктрине. я принимал участие 30 лет назад от Академии науки работал там написано, что Россия применит ядерное оружие либо только в ответ на применение ядерного оружия противного, либо вот единственное применение первого, в случае угрозы самому существованию нашего государства. Я могу сказать, что мы, разработчики этой клиники, имели в виду. Ну, мы обязаны были присмотреть такой теоретический сценарий, скажем, 5 миллионов китайская армия, взяв Хабаровск и Восток, приближается к Иркутску. Ну, тут естественный такой возможный военный ход, по крайней мере, угрожатель применением тактической веры. В этом и была стратегия стран НАТО во время холодной войны, ведь у Советского Союза было явное конвенциональное превосходство, и они не скрывали, что Красная армия возьмет линейные линейные к Парижу, но они не исключали использования тактической веры. То есть, тактическое оружие военными стратегиями использовалось более слабой на конвенциональном уровне страной для в случае прямой угрозы ее государства. Так, а здесь наоборот, более численная российская армия, которая собирается перейти в наступление, вроде бы еще переходит, но вот тут появились какие-то французские подданы, и она хочет использовать тактическое оружие именно инквидации французских. Но это бред совершенничий. Дальше пошли угрозы по Великобритании, там еще смешнее. Великобритания очень с большим удовольствием министр Кэмерон заявил, что мы не согласны с этими нелепыми американскими ограничениями. Ну как так, Калина, жертва агрессии, как не стрелять по российской территории. Кстати, основной преступления против мирного населения в Украине Россия шляет ударами самолетов эти планирующие бомбы. Они запускаются на российской территории. Ну как же, обязательно стрелять. Так вот, чем же Захарова появилась, видимо, после большой пьянки она с трудом опиралась на этот напитрик, блевануть должна была. И блеванула, в общем, она с трудом подбирает слова, кричала «возмездие, возьмездие британцам». Мы будем, мы будем, что будем? Обычно в таких ситуациях с ровем говорят «Британия исчезнет в пучинах Атлантического океана, там два-три посередине». Мы будем стрелять по военным объектам Великобритании на территорию Украины. Ну, опять же, так же, как с французами. Андрей Андреевич, извините, что я не закончил. И я не закончил фраза. А потом спрохватился и добавил и на территории других стран. Но не сказала же Великобритания, не хватило у ней поводу сказать. Мы будем что-то за блядь такой, где она, по Мальте будет она стрелять, по, я не знаю, Чехосовакии. Ну, все, все, поджилки у них трясутся. Они поняли, что весь этот, весь этот ядерный шантаж обломался полностью. Обломался. И последний удар по ним нанесла вчера только. Я сегодня ее поставил в суд. Замечательная женщина. Я не уверен, что я правильно произнесу ее фамилию, имя мне прекрасно. Ингрид Самойти, по-моему, премьер-министр Литвы. Вчера с вами Литвы. Это общее настроение. Утвердил решение отправки литовских военнослужащих в Украину. Ну, это скорее символическое решение. Литовские военнослужащие вряд ли можно отправить в таком количестве, чтобы там это имело какое-то стратегическое значение. Потом формулировка написана там в качестве инструктора, дотеревления. Ну, неважно, сам факт. И она сказала издевательски, отвечая там критикам, а если мы будем реагировать на каждую российскую угрозу, то мы вообще не сможем никакой помощи Украине оказать. Раз в две недели Москва угрожает кого-то уничтожить ядерным оружием. Все, понимаете, ядерная угроза снята, а это единственный действующий аргумент российской стратегии войны. Путин это очень явно сформулировал на той конференции Макронии. Ведь война была, начиная с его речи знаменитой на Мюнкенской конференции, потом была его крымская речь, которую я назвал судетской речью. Полная была копия речи Гитлера в Эрхстаге после присоединения аннексии судет. И тогда он заявил о праве России защищать русскоязычных и не только русскоязычных, а всех потомков Российской Федерации, всем континентам и так далее. Эта концепция предусматривала явно выступление против, ну, как минимум, Латвии, Эстонии, аннексии их территории и так далее. На чем она была рассчитана? Только на ядерной угрозе. Ну, и напомним, я уже напомню вот это путинское выступление на празднике с Макроном 6-го, 7-го февраля, а мы помним его речь 24-й, помните, последний фраз, а если кто-то из западных государств посмеет вмешаться, помешать нашему там уничтожению угроза, то на них обрушатся такие катастрофы и гитокизмы, которые они не видели в своей там тысячелетней истории. Ну, что это как? Все, это все, это все закончилось. И чем он будет теперь воевать? Тем не менее, Андрей Андреевич, есть еще одна новость, сообщила западная пресса, что, опять же, якобы, на предстоящем саммите в Вашингтоне, юбилейном саммите 70-летнем НАТО, планируется чуть ли не принять декларацию о невовлечении НАТО в войну в Украине. Так сказать, якобы, это будет зафиксировано там. Опять же, повторяю, одно это сообщение СМИ со ссылками на источники в НАТО, но тем не менее, еще там много времени уйдет до проведения саммита в Вашингтоне. Однако, как это контрастируется? И чувствуется в этом какое-то американское влияние, так сказать, в этих заявлениях, потому что НАТО этой Америке равно, чувствуется разница, вот эта пропасть, которая все больше и больше углубляется между позицией Вашингтона и Лондона и Парижа. Вот мы с вами столько надеясь, что Байден, завершая, возможно, свою каденцию, как-то согласится с историческим ее завершением и, не знаю, даст программу членства в НАТО Украине в течение полугода предложение поступить во вступление в НАТО или что-то такое. Сейчас от этих радикальных наших намерений уже мало чего осталось. Ну, надежд, я бы сказал. Надежд больших на Байдена у нас никогда нет. Ну, больших нет, но не ждали, что так плохо все будет. Потому что выглядит это так, что он хочет выиграть ноябрьские выборы. Вот все, что он делает, неважно, на Ближнем Востоке и Украине, он делает ради выборов. Поможет это ему очень большой вопрос. Скорее нет, чем да. Ну, не знаю, закладываться на это. Просто его противнику Трампу проще в этих условиях маневрировать. Тут разговоры пошли, что на демократическом съезде возможно даже будет замена на Мишеля Обаму, на вот этого радикального левого губернатора Калифорнии. Разные разговоры идут в Американскую Россию, я за ним слежу так неспешно. Но что получается, что саммит НАТО пройдет вообще никак, хотя приглашение кстати Зеленский поступил, он в Вашингтон полетит, либо скажем так, даже с таким негативным, я думаю, сценарием для Украины, повторяя все те же тезисы, которые в Вильямском саммите в 23-м году в июле в общем декларируют. Что по этому поводу можно сказать из Вашингтона? Марк, я очень благодарен Вам, что Вы поставили этот вопрос, позволяет мне разбить тему, которую я собирался, но я категорически с Вами не согласен с термином растущая пропасть. Мне кажется, я вижу даже сближение позиций, ну что касается вот этого, это фейк совершенно очевидный, ну, насчет фейк, насчет того, что принята декларация такая, декларация должна заявить, что вот там Макрон, Сунок и другие поляки, голландцы, бельгийцы, румыны, финны, которые практически поддерживают уже в конце, они вообще не имеют никакого значения, все, что они говорили, это неправда и так далее, это так не бывает в политике, тем более, что наоборот, вот я бы назвал, вот помните, мы в школах, в школах на Хучине была голова, до сих пор всякой дерьмом заполненная оставшаяся клетчика мозга, триумфальное шествие советской власти в 18-м веке. Я скажу, что я рассматриваю период 26 февраля этого года, сегодня, что у нас, сегодня у нас 8 мая, триумфальное шествие доктрины Макрона. Это, ну, во-первых, европейский аспект мы уже обсудили, это создание, ну, что вы говорите, после создания альянса Антан-Кордеаль. В Европе да, но в Америке. англо-француз, нет, англо-француз, нет, да, ну, как, какой, кто, как может НАТО, членами которой является англо-француз, взять вот и разорвать в клочья ту декорацию англо-французскую, которой они поклялись, поклялись, что человечество, билджатсас, сможем ли мы нести, после этого это обратно, этот фарш обратно не разворачивать. Тем более, это одно достижение Макрона, а второе достижение Макрона это, извините, мы помним, какая была ситуация 26 февраля в США, трампистское крыло республиканской партии блокировало помощь Украине, произошла там маленькая революция в республиканской партии, победа, победа Регановского крыла республиканской партии, назову я всегда с делой с удовольствием, трех человек, у них очень большое политическое будущее считаю, Соединенных Штатов. Это лидеры трех комитетов республиканской партии Маккол, комитет по министрам в делам, Роджер, комитет по обороне и Тернер, комитет по разведке. Они выступили сначала с речами очень откровенными. Они ну, говорил, Маккол начал, что мне стыдно, что моя республика, родная республиканская партия, она пронизана и проникнута кремлевскими нарративами, а председатель комитета по разведке был более конкретен. У него в руках были протоколы вот кремлевских технологов, видимо, предоставленные ЦРУ. Тут Бернс тоже сыграл определенную роль впервые, положительную, потому что речь уже шла о возможном поражении Украины, о правой фронте. Мы знаем позицию Бернса, который ни в коем случае не заинтересован был в поражении России, но в таком явном поражении Украины, в таком громадном супер-Афганистане для Северных Штатов, он, конечно, тоже не был заинтересован. В общем, это было выяснено, что все эти методички, которые вот эта трампистская сучка, как ее, Грин, Грин, да, Телу Грин, там, сенатор Венс, другие, это буквально по методичкам Кремля, и о преследовании религии в Украине, и о воровстве военной помощи, и так далее. Ну, так заткнулись все, кроме Телу Грин, заткнулись, и даже Трамп промолчал и не смог ничего комментировать, ну, потому что как ему защищать людей, которые повторяют, ну, его повторяют методички, наверное, приснищики, повторяют кремлевские. В результате не только был принят этот закон, но в Конгрессе, в Конгрессе образовалось такое ситуативное по украинскому вопросу, под человеком, не вообще, а под конкретным украинскому вопросу образовалось двухпартийное квалифицированное большинство. Это 80 человек в Сенате голосовало за помощь в Украине и 322 в Палате. После этого я сказал, что, в общем, меня гораздо меньше начинает интересовать американский президентский выбор, потому что очевидно, что примерно такая же конфигурация сохранится и после выборов в Конгрессе, и кто бы там не был президент, он будет считаться с этой позиции Конгресса. Но это двухпартийное большинство прокурористов не остановилось на принятии закона о помощи. Во-первых, многие не обратили на это внимание, вот эти три председателя, они внесли в закон, в законе зафиксировано требование, пошел отсчет на 45 дней. В течение 45 дней американская администрация БАН предоставит доклад о своих целях войны в Украине, что она собирается делать. А эти три человека, наши слушатели, помните, они меня уже тут затрахали, что я все время об этом напоминаю, мы с вами несколько раз обсуждали. Они авторы замечательного доклада про «План для победы Украины», который они оплаковали в январе, и они, конечно, будут настаивать на том, чтобы именно этот план им представили администрации. Первый успех мы же заметили, администрация сопротивлялась годами, держа не только одновременно с утверждением этого закона, в Украине еще до подписания Байдена. Да, это не входит в номенклатуру закона. Этакси, поставили с дальностью 300 километров, и более того, дали добро, ну, если не по всей российской территории или иначе, то, по крайней мере, естественно, по Крыму, потому что это не российская. Так что я не вижу там сдвига. Да, и самое последнее, и самое последнее, это республиканцы в Кангрии, а там же есть демократы. И вот замечательный человек, председатель, лидер демократического меньшинства в парате, ну, к сожалению, я забыл его фамилию, не могу я там все фамилии помнить, она достаточно свежая, что он выступил, выступил, ну, с тем же заявлением, которое Макрон в отношении Франции сделал, что мы не исключаем отправки американских военнослужащих, несовершеннолетних, то есть, вот эта тема отправки военнослужащих, она стала уже всеобщей, всеобщей темой, то есть, резко изменился, изменился содержание дискурса, содержание обсуждения украинской темы, ну, если годами обсуждалось, какой длины отправлять ракеты, там, какой дальности, до 160 километров, или все-таки, до 300, сейчас живо, живо обсуждается вопрос, какие войска, какие, когда, какие вооруженные силы направляют, Макрон, конечно, активно включился в институтные дискуссии, и он, вы понимаете, он, по-моему, он ведет личную, есть у него что-то личное, с Путиным, он ведет личную психологическую дуэль, он все, ну, начиная вот с этой первой провокации его, что, собственно, мы уже у тебя, мы, Вова, у тебя там уже воюем, и, кстати, у меня есть ядерное оружие, так что, перестань хрен нести, а, буквально два дня назад он поставил, он же противник красных линий, но он противник красных линий для себя, а для Путина он впервые провел красную линию, если, дай бог, проработать украинские, фронты, будет серьезная угроза крупным городам, я посылаю сухопутные войска, понимаете, он блестяще психологическую игру ведет, в чем двойное значение вот этого, ну, во-первых, само по себе, это уже, согласитесь, для любого военного, для русского генштаба это уже вводное, ну, сидят там какие-то генералы в генштабе, они карты какие-то рисуют, стрелочки проводят, но они должны сейчас учитывать, вот мы идем на Харьков, да, правда, пока ничего не видно, что они там на Харьков, ну, вот, должны учитывать такой фактор появления, возможно, французских войск, но я вижу еще более важное, понимаете, он поднял специально, специально до максимума предела широкой допустимой дискуссии, ну, если сейчас, а, как ответили ему, пока ответы в том же плане, будем убивать французские войска, ну, так, в этой, в обстановке, когда обсуждается, когда Захарова грозит, как она будет убивать французские войска, обратите внимание, а не как она будет уничтожать Париж и Марсель, в этой обстановке совершенно уже будничном становится сценарий, а для меня он основной, потому что это сценарий победы, отправки французских, британских и шведских авиационных подразделений, потому что сейчас совершенно ясно, кристально ясно для военно-специалистов картина войны. С одной стороны, громадная линия фронта, тысячи километров, но это классическая, правильно писал за ужин, еще, по-моему, будет на СССР, это классическая патовая ситуация Первой мировой войны, еще обостренная тем наличием дронов, недоступны никакие там секретные операции, очень трудно прорывать эту линию, это война на истощение, ну, в которой Россия имеет техническое стратегическое преимущество, больше человеческого мяса, мобилизационный патрицал, традиционно меньшая ценность чешской жизни в российском обществе и так далее. но, поэтому здесь патрой ситуация, но есть другая часть войны, то, что Клаузец называет центром это Кремский полосток, вот, а тут уже сейчас, не обладая практически никакой серьезной помощи, такой авиации западной, украинцы очень успешно ведут, они выгнали оттуда российский членовский флот, каждый день атакуют аэродромы, атакуют Кремский мост, ну и здесь осталось воспользоваться одним из заветов Макрона, именно так линия, отбросить чертой, мать, даже красные линии, почему нет авиации, да потому, что мы навязали себе дурацкую красную линию только-только украинские летчики, да нет, сейчас, нужно две сотни самолетов, сейчас решают исход войны, две сотни самолетов просто уничтожают Крымскую группировку, сносят к чертовой матери Крымский мост, и это психологически это будет тем ударом, который путинский режим просто не выдержит, это единственный способ решить исход войны, вот на этой линии фронта ни русские конечно не смогут никакого серьезного наступления, но и трудно нам представить, у Украинской войны просто нет таких резервов, человеческих резервов, чтобы идти там с боями продвигаться по линии фронта через Донбасс нет, судьба войны будет решиться на Крымском полострове, когда французская авиация, французская, британская, шведская, у них хорошие самолеты, они уничтожат эту группировку, над Севастополем будет поднят плак государственной Украины, и это будет не только громадное военное поражение, но вся система снабжения военной машины, но это такое политическое и психологическое поражение, которое путинский режим просто не выдержит политически. Вот так мне представляется сегодня ситуация. Давайте последнюю часть посвятим Китаю и его роли в контексте предполагаемой швейцарской конференции в июне по форме Мира Зеленского. Все-таки вот мы видим фоном, что Китай публично предпринимает усилия по блокировке некоторых из видов сотрудничества, в частности банковые, например, с проводками, транзакциями российских компаний, вроде как откликается на призывы Соединенных Штатов до Европы тоже в том, чтобы прекратить сотрудничество с Москвой, которое бы способствовало военному потенциалу Москвы, а понятно, что Китай здесь с его сферными схемами и как транзитной территории незаменимый контрагент Москвы, тем более, что он и потребитель значительной части энергоресурсов в Москве, платя ему деньги за это и так далее. И вот Китай выступает наблюдательной этой швейцарской конференции, одновременно Москва уже несколько раз заявила, что принимать части в ней не будет, поскольку неприемлемая формула мира Зеленского, которая предполагает возвращение к границе в 1991 год международного признака, да и в принципе все это основано международным правилам, что Москва в принципе отрицает, она живет красными линиями, геополитическими реалиями всем на свете, правом силы в конце концов, какими-то там альянсами, давайте новую Ялту проведем, вот такое все. К международному праву это не имеет вообще никакого отношения. Тем не менее, вообще в этой швейцарской конференции какой смысл и ненаправленная она и в сухом остатке не будет ли иметь только изменение более существенной позиции Китая по отношению к Москве и ну и какому-то там содействию со стороны Китая в обеспечении там мирных переговоров, понуждений к ним Москвы на условиях, которые приемлемы для Запада и для Украины. Что вы думаете? Ну, я сейчас не только о Китае, если я бы как раз готовлюсь к передаче и продумываю. Я сейчас назову два таких индикатора, которые да или нет, которые мы увидим в ближайшую неделю и каждый из которых будет означать скорость окончания войны в пользу Украины. Ну, первый из них он распространялся с Китаем, сейчас совершенно очевидно напрашивается с Китаем после всей этой бреда о тактическом ядерноморье. Вот, кстати, еще не... Ну, вот, то показывает, в каком они бреду находятся, они все время вытаскивают какие-то нелепые аргументы, про Лукашенко вспомнили, еще мало им там Лукашенко посетил, осмотрел какие-то фиктивные ядерные заряды, которые он пели. Мы помним ситуацию ядерного обострения в Москве в октябре-ноябре 22-го года. Она была очень жестко оперирована публичными лекциями на острове Бали, которые на глазах всего мира, все трансляции по телевидению, произнесли Путину два профессора Моди и Си. Моди и Си две ядерные руководители двух ядерных режимов объяснили Путину, что нельзя вот так вот махать ядерным оружием и так далее. Вот индикатор первый. Собственно, сейчас все, ну да, вы правы, все ждут вообще более решительного поборота Китая, но сейчас вот непосредственно об этом даже говорил открытым на встрече Макрона с Си, а все ждут такого же суждения, вот этой безответственной болтовни относительно ядерного оружия. Вот если он, ему, конечно, трудно это сделать сейчас, потому что, но это значит отказаться от запланированного визита Путина Китая, ну вот если сделать это очень сильный показатель, что Китай решил, что с Северной Варновой уже у них все покончено, с ними надо разбираться с их наследством уже, принимать на себя ответственность за стабильность Северо- Северо-Восточной Азии. Вот, а второй показатель Московский. Вот вы обсуждали со многими коллегами, это животропящая тема, а в чем, собственно, смысл вот этого безумного наезда якобы коррупционного на Тимура Иванова и Шойгу? Ну, все же это было известно Путину. Что это им пощерялось, ему нужен именно такой министр обороны, абсолютно дискредитированный, не имеющий никакой связи с военными, непростоянными военными. Именно такой не нужен. Так вот, значит, Путин, и кроме Путина, что это, кто-то навязал Путину какие-то конкуренты, как рассказывают, какие-то конкуренты Шойгу, чисто экономический разбор, там, хозяйственный спор, нет, это политическое решение, которое принял Путин по полнейшей, абсолютной дискредитации руководство вооруженными силами. Для чего нужна такая, в каком случае нужна такая дискредитация, когда нужно объяснить какие-то очень серьезные неудачи на фронте или даже просто поражение в каком-то смысле. Так вот, я, если, Шойгу будет оставлен, ну, это значит бессмысленно был такой наезд. Ну, для чего, опять, для чего был наезд для того, что назначить в случае виновного в поражении. Вот, оказывается, вот эти виноваты. Вот мы сейчас, видите, Крым у нас взяли, мы вынуждены искать какие-то пути отхода. Виноваты те, которые все разборовали. Если сейчас Шойгу оставить на своем месте, то Путин лишает себя этого возможного козля. Но если он через месяц скажет, что мы все просрали, а просрали за Шойгу, то, миленький, а почему-то его месяц нажат уже после ареста Иванова снова назначен виноват. Так вот, мой индикатор, если Шойгу не будет назначен виноват, значит, Путин очень серьезно рассматривает сценарий поражения, и он назначил тех виновных. Вот такие два события, которые мы увидим, мы удовлетворимся на любопытство в ближайшее время, увидим, оставленный Шойгу министр обороны, и осудит ли Пекин, в любой форме, в любой форме, самый как-то такой врядный, вот это брецание оружием угроза использует тактическое ядерное оружие. Если да, то, значит, Путин тоже должен что-то понимать, потому если со всех сторон уже смеются над его ядерными угрозами, и Захаров с Робьевым вынесли, ну, как можно, мы что-то страшное-страшное сделаем, мы будем убивать французов, мы будем убивать, ну, конечно, вы будете убивать французов, и англичан, они за этим сюда приезжают. Вот такая ситуация. А потому что вот тот сценарий, который мы с вами рассмотрели, он же понятен любому военному специалисту в генштабе. Ну, вот они упустили сейчас последний шанс. Если трампистам удалось удержать эту ситуацию еще месяц, ну, когда бы уже превосходство фрагистское было бы не 5, Одессе к одному, то действительно мог рухнуть фронт. Сейчас уже ясно, что еще сейчас какие-то могут они взять там две-три деревеньки, он сейчас восполняется. Восполняется, во-первых, артиллерийский запас, но, во-вторых, идут такие высокотехнологичные вещи, как максимальные дальности, но и самолеты пойдут. Не только F-16, не для того Макрон шаг за шагом разворачивает эту компанию, чтобы не посылать эскадрильный французским самолетом для решения вопроса. Вот такая ситуация, абсолютно патная ситуация на громадной линии фронта и абсолютно пророжье на Кремле в Крыму. Но это должны увидеть любые выпускники, не то, что Академии Генерального Штаба, а Косов выстрел, помните, были такие консультации. Вы представляете, Чапаев там еще кончал. Но Чапаева выгнали, только грали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин